На севере Италии, в южных известняковых Альпах, пролегает горный массив, который притягивает туристов своей живописной красотой и разнообразием форм. Любители активного отдыха один за другим приезжают испытать свои силы на захватывающих дух ландшафтах. Но эта земля не всегда была местом для отдыха и развлечений. Горы, обрамляющие город-картина Дампеца, помнят страшные и трагические сражения времен Первой мировой войны. Но самым опасным противником среди горных укреплений оказалась природа. В этом выпуске передачи мы будем путешествовать по вертикальным полям сражений в Доломитовых Альпах. Вызов вершин Наш мир такой большой и красивый. Изучать его можно бесконечно. На этот раз мы отправимся еще дальше и глубже. Я не знаю, что с нами будет и кого мы встретим. Но мы не боимся неизвестности. Впереди новые миры. Самые дикие ландшафты. Изолированные культуры. Шаг за шагом. Как красиво. Нас ждут самые суровые регионы. Мы попали в метель. Самые невообразимые испытания. И уникальные, изумительные места. Они дышат историей. Я Райан Пайл, и это «Вызов вершин». Вызов вершин Доломитовые Альпы, Италия Городок – картины Дампеца в северной Италии, окруженной вершинами Доломитовых Альп, мечта для любителей активного отдыха. Походы, альпинизм, Виа-Феррата – здесь есть все, что душе угодно. И все это рядом с деликатесами и изысканными напитками, которыми славится Италия. Это место станет начальной точкой, с которой мы начнем изучение необыкновенного ландшафта и его богатой истории. В этом мне поможет Стефано, житель Кортины и директор музея под открытым небом. Мы находимся на солнечной стороне Альп. Здесь тепло, есть вкусная еда и хорошие напитки. Да. Здесь просто наслаждаешься жизнью. Да, уж точно. Мне кажется очень интересным тот факт, что это живописная природа и великолепные горы, когда-то были ареной страшных исторических событий. Перед нами открывается умиротворенный пасторальный пейзаж. Но в полночь 23 мая 1915 года долины Доломитовых Альп изменились до неузнаваемости, как и большая часть региона, когда Италия объявила войну Австро-Венгерской империи. Долины, окружающие картину, стали фронтом борьбы между итальянцами, которые хотели проложить дорогу на север, и войсками Австро-Венгрии, которые пытались их сдержать. Боевые действия затянулись на три года. Страны отвоевывали небольшие территории ценой огромных человеческих жертв. Да, эти красивые переливы света. В детстве родители каждые выходные брали вас с собой в горы, чтобы вы насладились природой, потому что это важно, но также, чтобы вы почувствовали дух истории и узнали о событиях войны. Думаю, у многих людей моего возраста хранятся старые патроны, осколки снарядов или обломки боеприпасов, найденные в горах. Мы проводили там каждые выходные. Кажется, я исходил все тропинки и примечательные места в картине. В нашем городе осталось очень много следов Первой мировой войны. Он был центром боевых действий, потому что здесь пролегала линия фронта и стояли казармы. Со временем многие из них исчезли, но мы стараемся восстановить и сохранить то, что осталось. Высоко в горах над Кортиной стоят мемориалы, которые напоминают о жертве солдат, сражавшихся в Первой мировой войне. Наблюдая идиллические летние пейзажи, очень сложно представить, что всего несколько поколений назад здесь бушевала война. У каждого из нас был дедушка, который рассказывал что-нибудь о войне. Мой дед служил в австро-венгерской армии. Тогда картина была частью... Австрии. Да. У австрийцев было преимущество, поскольку они хорошо знали местность. Все происходило на их территории, и у них были карты. Вы лазали по маршрутам Виа-Феррата? Вы сходили на горы? Да, конечно. Множество раз. Это просто замечательно. Уверен, вам понравится. Ладно. После разговора со Стефаном мне еще больше захотелось посмотреть на места сражения, расположенные высоко в горах. В конце дня мы отправились отдыхать с мыслью о предстоящем походе в горы. В Кортине Дампетса раннее утро. Затишье перед бурей. Сегодня мы будем подниматься в горы, лазать по скалам и исследовать местность, поскольку во время Первой мировой войны здесь было вырыто много бункеров и подземных ходов. Эти напоминания о войне станут дополнением к великолепной природе, которую мы будем открывать для себя. Когда мы отправились в горы, облака рассеялись, и день обещал быть прекрасным. Наше приключение на Доломитовых Альпах начнется с горного склона Коль-де-И-Бос по маршрутам Виа-Феррата, идея которых принадлежит солдатам Первой мировой войны. На следующий день посетим штабы итальянцев в горах Чинг-Витори, посмотрим на туннели и на все, что осталось после войны в массиве Лагоцуой. Затем вернемся на территорию, которая принадлежала австрийцам во время Первой мировой войны, и совершим самый серьезный подъем по Виа-Феррата. Наконец-то добрались. Мы возле Куртины, и я буду первый раз подниматься в горы на Доломитовых Альпах. Исследовать окрестности Картины нам помогут маршруты Виа-Феррата. К тому же у нас будет замечательный проводник Лука. Доброе утро. Очень рад встрече. Добро пожаловать. Сегодня мы будем подниматься по Виа-Феррата. Видите ту вершину? Маршрут называется Феррата-дель-Альпини. Название самой горы – Коль-де-И-Бос. Будем забираться прямо наверх? С обвязкой и всем снаряжением? Да. С обвязкой, оттяжками, касками. Будут как вертикальные трассы, так и трассы с небольшим нависанием. Но практика лучше всяких объяснений. Вы меня подстрахуете? Да, это мое призвание. Отлично. Буду держаться вас. Следуйте за мной, идем. В названии маршрута есть слово Альпини. Так называли горные войска. Мы будем идти путями, которыми пользовались солдаты Первой мировой войны. Верно. Каждый день я поражаюсь Доломитовым Альпом. Это одно из самых страшных мест в мире, но в то же время одно из самых притягательных. Когда мы забирались на предгорье, сверху угрожающе нависали крутые скалы. Эта величественная земля оказалась такой далекой от сражений. Но совсем скоро мы обнаружили обломки истории. Смотрите. Это старый итальянский госпиталь времен Первой мировой. Сейчас от него остались лишь руины. Для госпиталя было выбрано именно это место, потому что оно защищено от угроз сверху. Здесь итальянцы укрывались от обстрелов, которые австрийцы совершали со скал. То есть австрийцы стреляли сюда со скал, а у итальянцев здесь был госпиталь? Именно. Это все, что от него осталось? Да. Всю следующую неделю мы будем находить подобные развалины? Да. Бункеры, туннели, окопы и так далее. Получается, мы ходим по музею? Да. По музею на открытом воздухе. Это очень красивое и одновременно грустное зрелище. Это часть нашей истории. Мы будем лазать по скалам. Да. Каким образом? Виаферрата. Это нечто среднее между пешей прогулкой и скалолазанием. Как раз для меня. Прекрасно. Нам понадобится обвязка. Так. Каска. И вот оттяжки. Хорошо. Оттяжки нужны будут для того, чтобы присоединять их к веревке на виаферрата. Теперь вы готовы. Надевайте обвязку. Хорошо. Поправьте Джоэс и обвяжите веревками ноги. А что значит Джоэс? Мошонка. Понял, здесь все в порядке. Просовываем оттяжки в петлю. Нужно будет защелкивать их на веревках? Да. Ну что ж, начнем. Андиамо. Пойдемте. Андиамо. Это мой первый день в горах, и я потрясен разнообразием скальных форм и яркостью пейзажа. Буйство зелени на фоне ярко-голубого неба радовало глаз. У самого подножья скалы виднелись глыбы старых обвалов. Мы на месте. Вот наша виаферрата. Впечатляет. Как будем забираться? Берем оттяжки с двумя карабинами и присоединяем к тросу. Запомните. Прикрепляем так, чтобы обратная сторона защелки смотрела на гору. Просовываем большой палец карабина и беремся за трос. Когда штырь оказывается на уровне глаз, вот эта штырь, вы держитесь за трос, прикрепляете над ним первый карабин, затем присоединяете прямо под ним второй. Поняли? Ладно. После того, как Лука провел инструктаж на месте, мы начали подъем на скалу. Он шел первым. Помогаем себе ногами. Вот так. Система виаферрата была придумана во время Первой мировой. Это было самым простым и безопасным способом передвижения для солдат, которые не обладали навыками альпинизма. Думаю, вы понимаете, что в то время у солдат не было надлежащей подготовки. Они были обучены только стрелять. Ясно. Старайтесь идти ниже уровня троса. Ниже? Ладно. Да, так безопаснее. Теперь я начинающий скалолаз Павеа Феррата. Ставьте ноги на естественные точки опоры. В ходе исследования этих мест мы открыли для себя интересный факт. Война в горах велась не только между людьми. Во многом это была борьба людей с горами. Доломитовые Альпы известны сложностью рельефа, поэтому подъем требует больших усилий. По мере продвижения наверх, начинаешь понимать, насколько тяжело и жутко должно было воевать солдатам в этих местах. Двигаясь по этому маршруту, невольно представляешь, что могли чувствовать люди, которые шли по скальным опорам на такой высоте, и при этом должны были оставаться на стороже, потому что где-то рядом находился враг. Это действительно очень страшно. Бойцам нужно было переносить все на военную базу, которая находилась высоко в горах. Чтобы выжить, каждому солдату требовалось около 70-80 килограммов еды, боеприпасов, угля, древесины, снаряжения и воды. Осталось еще немного. Ставьте ногу сюда. Отлично. Добро пожаловать на вершину. Мы прошли нашу первую виа феррата. Да. Мне даже дышать сложно. Вы молодец. Да. Это было превосходно. Не верится, что мы делали то же самое, что солдаты, а ведь они еще должны были вести боевые действия. Таким образом, они доставляли запасы в преддверии зимы. Еду, воду, снаряды, все, что им было нужно. Все припасы. Они несли их сюда. Невероятно. Безумие. Поэтому 65-70% солдат погибали. Срывались в пропасть, попадали в лавину или под обвал. Удивительно. В мирное время проход по этому маршруту прекрасен. Согласен. Здесь впечатляющие виды. Глядя на изрезанный рельеф, понимаешь, что эти горы не прощают ошибок. Видно, что Лука мастер своего дела. Подъем по Авиа Феррата дался ему поразительно легко. Так приятно думать, что всю неделю мы будем ходить по горам и все изучать. Для меня это воплощение мечты. Доломитовые Альпы очень вдохновляют. Здесь потрясающе красиво. Надеюсь, завтра будет такая же хорошая погода, как сейчас. И мы продолжим путешествие. Письмо с фронта. Неподалеку раздаются очереди вражеских пулеметов. Выстрелы винтовок по гребне хребта, грохот падающих на землю снарядов. В такой обстановке мы находимся круглые сутки. Время от времени в ночной тишине раздаются ужасные взрывы мин, нагоняя на нас тревогу и страх. Просыпаясь в Доломитовых Альпах, вы словно оказываетесь в раю. Великолепная природа манит со всех сторон. Мы начнем поход с бараков в итальянском военном штабе и посетим огневые позиции на горной гряде Чинкветори, также известной как Пять башен. Итальянские солдаты сооружали множество окопов и блиндажей. Теперь они напоминают о том, что когда-то здесь был боевой пост и велась смертельная борьба. Ух ты! Вот это вид! Да уж. Из окопа, расположенного над боевым штабом, открывался панорамный вид на горы, которые три долгих года оставались театром военных действий. Получается, в Чинкветори был итальянский... Военный штаб. Штаб фронта. Да, во время Первой мировой. Там вы можете увидеть помещение для офицеров. Они занимались наведением оружия на вражеские позиции. Там находятся Лагоцуой, Кольдейбос, Касталетто и Тафана. Четыре главных объекта во время войны. Там тоже полно туннелей и бункеров. Это была австрийская сторона. Ясно. Австрийцы занимали эти позиции почти всю войну. Интересно, как происходили боевые действия. Итальянцы пытались добраться до вершин, но наверху стояли австрийцы. Конечно, сверху стрелять во врага гораздо проще. Здесь находился штаб итальянцев, где они разрабатывали план действий и управляли артиллерией, но на самом деле итальянские солдаты были повсюду. Да. Отсюда итальянцы стреляли из артиллерии. Взрывали на той стороне мины, чтобы проложить туннели. Так они получали возможность ворваться на позиции австрийцев. В этом месте были бараки. Здесь хранились запасы оружия, еды и дров для всех солдат, которые участвовали в боевых действиях. Неплохое укрытие. На самом деле, зимой это место сильно заваливало снегом. Его расчищали, но выпадал новый. Представляете, какая здесь была погода? Целый месяц могла держаться температура в 16-20 градусов мороза. Когда-то я служил в альпийских войсках. Правда? Когда я бываю в этом месте, мне очень тяжело думать о погибших солдатах. В какой-то степени здесь интересно, но в то же время все это наводит на печальные мысли. Да. Ведь это события нашей истории. Да. Нельзя повторять прошлых ошибок. Да. Но эти укрепления не были чем-то новым. В долине осталось множество замков и крепостей, которые стояли здесь еще со времен Средневековья. Орудия Первой мировой войны были гораздо мощнее, чем оружие прежних времен. Крепости 18 века не могли выдержать их ударов. Поэтому военные перенесли защитные сооружения из долин в горы. Они соорудили укрепления в скалах. Таким образом, во время Первой мировой войны горы служили в качестве военных крепостей. Для нашей сегодняшней экскурсии Лука выбрал гору Лагоцуой. За нее велась ожесточенная борьба, поскольку это место было очень выгодной военной позицией. Мы идем по маршруту, который называется Кайзер-Егер. Так называли альпийские войска австрийцев. Мы переходим на другую часть скалы. До этого мы также ходили по мостам, надевали снаряжение и использовали Виа-Феррата. Голомитовые Альпы, кладезь красивых туристических маршрутов, трасс Виа-Феррата и удивительных висячих мостов. Для экстремалов это настоящая сказка. На фоне этих величественных гор мы казались муравьишками, ползущими по необъятной поверхности скалы. Горы подавляли, но вокруг открывались живописные виды, которые отвлекали от трудного подъема. Наконец, перед нами оказался вход в туннель, и Лука остановился, чтобы рассказать об этом месте. Мы находимся в горном массиве Логоцуой. На маршруте Кайзер-Егер, который мы проходили по Виа-Феррата. Здесь мы видим то, что называют музеем под открытым небом. Это туннель, в котором находилась военно-почтовая служба итальянцев, фронтовая почта. Здесь была почта? Да, и помещение для отдыха. Когда зайдем внутрь, нужно будет включить фонари, чтобы увидеть восстановленное помещение для отдыха. После этого продолжим путь по той трассе. От подножья и до самой вершины горы Логоцуой. Все, пойдем. Идем на почту. Да, заходим. Берегите голову. Включаем фонари на касках. Вот помещение для отдыха солдат. Очень точная реконструкция из дерева. Так. Солдатам, которые здесь находились, очень повезло. Представляете, это было местом для счастливчиков. Да. Вообразите, каково было снаружи зимой. Письма с фронта. Мы выпили кофе, съели по куску черного хлеба и через пять минут все уже спали. Меня разбудил грохот падающих камней и крики солдат, вскакивающих со своих мест. Голова шла кругом, но услышав, что в нас попал снаряд, я тут же вскочил. Удивительно. Все эти коридоры были созданы для того, чтобы держать оборону или наоборот, совершать нападение на врага. Здесь очень интересно. Но это место вызывает у меня приступ клаустрофобии. Не люблю такие тесные помещения, поэтому чувствую себя здесь слегка неуютно. Справа будет пулеметная позиция. Для этого солдаты прорубили в скале проем. Вижу. Окно находится на вершине скалы. Это очень хорошее место для обзора и открытия огня в случае угрозы. Пулеметная позиция. Да. Представьте себе, что какой-то молодой солдат сидел в этой маленькой пещере рядом с пушкой и круглосуточно высматривал из этого окна врагов. Невероятно. Это была первая война, в которой имело значение третье измерение. Высота? Да, высота. В случае с укреплениями в скалах, входы и бойницы невозможно было найти на картах, если не знать их точную высоту. Да. Поэтому военные задействовали сотни чертежников, которые составили схемы горного рельефа, чтобы наложить их на географические карты. Таким образом, у артиллеристов появились координаты высоты. И они могли верно рассчитывать угол обстрела. Именно. Этого не понадобилось бы на равнинах. В горе Лагоцуой очень много туннелей. Воюющие стороны прокладывали их, чтобы прорваться на позиции противника. Боевые действия превратились в настоящую минную войну. Солдаты подводили контрмины под вражеские туннели и подрывали их. Борьба велась в суровых условиях, и жизнь военных всегда была под угрозой. Но регулярные минные операции обеих сторон не приносили серьезных результатов. Солдаты сражались за эту великолепную территорию, которой мы можем сегодня наслаждаться. Письма с фронта «Мы заключены между скалами и небом, где то и дело раздаются огневые залпы, оставляющие после себя клубы дыма, а потом внезапно нарастает грохот оползня. В этой страшной битве наши войска сражаются с двумя врагами – австрийцами и беспощадной природой. Мы вернулись в туннель, где работали минеры, изнуренные и покрытые пылью. Всюду раздавался гул работающих мбуров. От ударов кирок поднималась пыль, в воздухе стоял едкий запах недавно взорванного динамита. Минеры перекрикивались между собой. Райан, свежий воздух. Подышим. Это окно? Да, пункт наблюдения. Ясно. По этим туннелям тяжело передвигаться. Большинство из них идут под уклоном. Но через каждые 200 метров есть такие окна, благодаря которым в туннели попадает свежий воздух. В то же время они служат наблюдательными постами для артиллеристов, которые охраняют позиции. Удивительное место. Здесь очень сложно ориентироваться. Да, это похоже на лабиринт. Это точно. Сотни солдат жили в таких тяжелых условиях несколько лет. Они постоянно находились под угрозой атаки. Из-за непрерывного труда в пыльных туннелях солдаты зарабатывали болезни легких и почек. Письма с фронта На этой войне героизм совсем не такой, как его понимали в прошлом. Но он отнюдь не менее важен. Этот героизм проявляется в тяжелом труде. Только представьте, зимой температура в этих горах достигала 30 градусов мороза. Солдаты должны были доставить все оружие и провиант на вершину горы. Кроме того, они должны были поддерживать тысячи километров линий связи. Вот мы и здесь. Свежий воздух и вид на Доломитовые Альпы. Это потрясающе находиться в Доломитовых Альпах, бродить по пещерам, которым нет конца, и оказаться в этом наблюдательном пункте с которого открывается фантастический вид на горы. Подумать только, в этих местах шли военные действия, и солдаты строили все это для того, чтобы дать отпор врагу. Письма с фронта Идет снег. Венгры развлекаются, пуская снаряды, которые взрываются яркими вспышками. Оттуда, где я нахожусь, видно, как австрийцы открыли огонь из винтовок. Мы стреляем в ответ. Известно, что в зимнее время 70% солдат погибали от обморожений и при сходе лавин. Из писем и воспоминаний можно узнать, что они считали большой удачей возможность остаться в туннелях. Да уж. Идем. Браво. С помощью реконструкции во многих туннелях была полностью воссоздана обстановка времен Первой мировой войны. Люди на протяжении многих лет работали над сохранением и восстановлением этих объектов культурно-исторического наследия. Теперь сюда приезжают туристы, чтобы посмотреть на красоты и узнать о важных исторических событиях. Это было одно из трагедий века. Эти горные укрепления поражают воображение. Опасность подстерегала солдат со всех сторон. К суровой окружающей среде добавлялась угроза вражеских выстрелов и взрывов мин, которые могли сулить мгновенную гибель. Но обстановка, в которой развивались эти события, захватывает дух, одновременно красивые и страшные изрезанные пики гор напоминают челюсти, в которые угодили тысячи людей, сражавшихся за эти вершины. На самом деле, те времена щедро окрашены болью, страданием, жертвенностью и отвагой. Все эти скалы и хребты, по которым пролегает наш маршрут, служили орудиями войны. Они дышат историей. Теперь и я об этом кое-что узнал. Богатая история делает это место еще более интересным и запоминающимся. Мурашки по спине при мысли о том, какие жертвы принесли здесь люди. Мы достигли вершины Лагоцуой. В Доломитовых Альпах распятие стоит на каждом значимом пике. Люди оставляют здесь монеты на счастье. И украшения? Да. Санта Мария. Дева Мария. Это нечто вроде мемориала в честь сражений между австрийцами и итальянцами, которые здесь происходили. Все детали этой конструкции были найдены в горах. Колючую проволоку, снаряд и все остальное нашли в бункерах и туннелях. Все осталось с Первой мировой войны? Да. Из этих обломков создали памятник в дань уважения погибшим солдатам и австрийским, и итальянским. Немного напоминает атмосферу церкви. Несколько лет назад я путешествовал по Тибету, и мы совершали паломничество к священным горам. Теперь я думаю, что гора, на которой мы сейчас находимся, массив логоциоид тоже священный. Наконец показалось солнце, которое большую часть дня пряталось за облаками. Вокруг удивительная природа. О такой красоте можно было только мечтать. Письма с фронта. Солнце величественно всходило над вершинами Доломитовых Альп. «Долго ли ждать, пока в нас снова не полетят гранаты?» устало сказал один из солдат, глядя в сторону итальянского наблюдательного поста. «Сегодня хорошая погода, им будет нас отлично видно, так что пойду-ка я сразу в туннель». Лука, что у нас сегодня по плану? Мы пойдем туда и будем взбираться на Форчелло-дель-Лаго. Название означает «перевал у озера». Отлично. Форчелло — это перевал, то есть проход между долинами. Все будет легко и просто. Не будет сложных трасс? Никаких трудных подъемов. Эти виды просто замечательны. Они впечатляют своей красотой. Если мы будем следовать этому указателю, то совсем скоро сможем подняться на те горы. Мы входим на территорию, которая во время Первой мировой войны принадлежала Австро-Венгрии. Можно приехать на Доломитовые Альпы, чтобы кататься на лыжах, ходить в походы, взбираться на горы, лазать по Виа-Феррата. Это курорт для активного отдыха. Но при более подробном осмотре местности открываются ужасные следы того, что здесь происходило во время Первой мировой войны. Бункеры, колючая проволока, разрушения. Здесь погибали люди. На протяжении всего пути встречаются самые разные бункеры. Сейчас позади меня находится один из них. Вероятно, он служил убежищем офицером. Здесь можно было спокойно спать, поскольку это место надежно укрывало от пулеметов и бомб. Это один из туннелей. Он ведет к артиллерийским позициям. Нужно только спуститься по деревянной лестнице. Это бункер австрийцев. То есть, здесь находили запасы еды и патронов для солдат, которые находились на передовой? Да. Музей под открытым небом. Повсюду напоминание о войне, наследие Первой мировой войны. И все это на фоне прекрасных пейзажей. Вы прикоснулись к истории? Поднимаясь в горы, можно обнаружить вот такие артефакты. Посмотрите. Это настоящая колючая проволока времен Первой мировой войны. Этот исторический предмет все еще лежит здесь. И такого можно найти еще много. Для чего нужна была проволока? Ей перекрывали подступы. Нельзя было подпускать врага близко к боеприпасам и провианту. Военные обматывали ее вокруг бревна, чтобы сделать ограждение цилиндрической формы. Обломки валяются повсюду. Гулять по такому музею очень интересно, потому что вы можете найти подлинные исторические вещи. Хотя бы просто посмотреть на них, потому что ничего нельзя забирать с собой. Очень здорово вот так гулять по горам и узнавать историю. Не знаю, повезло нам или здесь так всегда, но пока что на Доломитовых Альпах держится отличная погода. Очки, панама и снова в путь. Дойдя до небольшого озера, мы начали восхождение с перехода между двумя горными склонами. Маршрут был удобным, но уклон был слишком крутым, а особь, вдоль которой тянулась тропа, сильно сужалась кверху. Походы по горам в Доломитовых Альпах отнимают много сил, но когда поднимаешься на высоту, усилия вознаграждаются великолепными видами наподобие этого. А ведь мы даже не на вершине. Нужно идти дальше. Горные долины Северной Италии помнят много схваток между итальянскими подразделениями Альпини и австро-венгерскими Кайзер-Егер. Часто бои велись на земле, покрытой снегом. Письма с фронта Иногда я задумываюсь, какой ужас и горечь испытал бы человек далекий от войны, если бы оказался здесь. Если бы он столкнулся со страшной жизнью на поле боя. Даже нас, солдат, которые каждый день видят и совершают то прекраснейшие, то самые отвратительные вещи, по-прежнему потрясает война. Ландшафт, его разнородность, своеобразие, история – все это делают доломитовые Альпы ярким и поистине уникальным местом. Путешествовать по этим горам и постигать их во всей глубине большое удовольствие. Сегодня мы останемся ночевать в Рифуджо Фанес. Это заведение держит семья, которая живет здесь круглый год. Отличное место. Там хорошая еда и приятная атмосфера. Я всегда рад туда возвращаться. Меня очень ободрила мысль о вкусной итальянской еде и напитках, которые ждали нас в конце долгого дня. Вскоре мы оказались у места ночлега. В Доломитовых Альпах не нужно беспокоиться о пропитании. Туризм процветает в этих краях уже давно. В Рифуджо можно попробовать изысканную кухню, которой славится Италия. А под конец насыщенного дня можно и немного расслабиться. Ваше здоровье! Попробуем. Холодное. Мы в Фанес. Куда ни глянь, всюду горы. Скоро зайдет солнце. Мы ходили в горы по всему миру, но нигде я не видел такого странного сочетания жестоких исторических событий и безумно красивого места. Все эти контрасты заставляют задуматься. Сегодня мы собираемся совершить самый сложный проход по Вио-Феррата. Мы будем взбираться на самую высокую скалу из всех, на которых я был. Хорошо, что с нами Лука. Сначала нужно хорошо зашнуровать обувь. И затем мы пойдем под ножью горы. Посмотрите, вон там есть белые пометки. Оттуда начинается Вио-Феррата. Будем взбираться. Сейчас будем лезть на гору? Да. Я волнуюсь. Перед чем-то важным всегда переживаешь. Идем. Браво. Окей. Я пойду первым, а вы за мной. Жду, пока Лука все проверит, чтобы я мог начать взбираться. Он взлетел туда буквально за пару минут. Эта часть скалы действительно вертикальная. Я закончил. Как будете готовы, начинайте. Поехали. Я ожидал. Я ожидал. Несмотря на страховку, я действовал очень осторожно на этом вертикальном склоне. И, конечно, оттуда открывались необыкновенные виды. Луки подъем дался крайне легко. Полагаясь на его опыт, я чувствовал себя гораздо более уверенно, взбираясь на отвесную скалу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спокойно. Не торопитесь. Когда я увидел, на какой мы высоте, мои ноги вмиг стали ватными. Подойдите сюда. Взгляните на другую сторону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черт! Когда стоишь на краю вершины и смотришь вниз, такая огромная высота кажется абсолютно нереальной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я смотрел с вершины на восхитительные горы, которые меня окружали, и думал о солдатах Первой мировой войны. Они сражались за эти земли в невозможных условиях и жертвовали собой посреди этого великолепия. Непередаваемое чувство. Путешествие каждый день Вот практическиVE Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин